может возникнуть вопрос окей, все понятно, держусь на дистанции играю с высотой не отдаю свои ноги постоянно перемещаюсь но что делать если попал в сложный кактус все таки добегались вы оказались в да, в лапел гарди дальше здесь все будет зависеть от того, как вы пояс, если вы белый пояс ну, либо отдайте вы человеку сабмишин и начните заново не надо здесь убереться нахуй, чтобы у него ничего не получилось особенно если он не очень хорошо борется не просто постоять, вы от того, что вы постоите отворотом под ногой никто не спрогрессирует, не он потому что, возможно, человеку не хватит опыта, не вы потому что вы тоже ничего не сделаете вы белый пояс, да отдайте вы мусилам на мячах вы что-то там сделаете это ваш там товарищ по команде ему с вами тренироваться, ему с вами расти не будет то есть, проиграли вы моменты окей, вы же не пытаетесь перетерпеться однишину, если вы нормально окей, забрали мою руку, тап-тап заново то же самое касается гарда не бывает логических способов, типа я зашел в ворл гард сейчас я еще укупать, семья из него выдасты не выпустит он меня я не знаю, что идет, окей, он заслужил он мне бегал, почему заберет свит вот, я здесь получусь поработать если вы синий пояс, то у вас уже есть какие-то навыки вы уже знаете, где лучше дистанцию знаете, где лучше подзагрузить вы уже можете начинать там про дарь если вы старший пояс вы скорее всего знаете, как раскрывать вы можете раскрывать но я говорю к тому, что в джилл мы проигрываем только с однишином и не только маунтами мы можем проиграть борьбу за гард и очень важно тратить наше время и время наших товарищей на что тут полезно это касается тех, кто допустим в постгарк понятия не имеет, как из него открывать но обнимают человека и начинают играть в камеру кто из вас прогрессирует? учитесь отдавать позиции учитесь уступать учитесь переигрывать и у вас все будет хорошо, ребята спасибо 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 спасибо